Друзья, всем привет! Сёрферы Безелики Девианты. Подождаем наши беседы. Сегодня у нас в гостях китайский Девиант Пётр Шевченко. Привет, Пётр! Здравствуйте! И мы поговорим, добавлю звука, и мы поговорим о вот этих фундаментальных сдвигах, которые сегодня происходят в бюровой политике, потому что на прошлой неделе появилась свет очень важная Пекинская декларация, которую заключили между собой Россия и Китай, и которая отражает фундаментальный сдвиг в бюровой архитектуру, безопасности, геоэкономики во всех сферах практически, потому что там прописаны такие очень фундаментальные вещи, связанные с восприятием, с пониманием мирового порядка этими двумя государствами. Их приоритетами обозначили узловые конфликтные точки, и поэтому, естественно, очень интересно, как на эту ситуацию смотрят из Китая, потому что ты находишься в Китае, и ты, естественно, видишь весь этот набор интерпретаций, который сегодня идет в Китае. Поэтому давай объясни нам, как это все видится. Ну, во-первых, Китай пошел на эти договоренности с Россией из-за того, что он находится в конфронтации с Соединенными Штатами Америки. То есть главным трендом этого века является технологическая и экономическая конфронтация США и Китая. Также Китай стремится укрепить свои позиции геополитические против Америки, поэтому он пошел на заключение этой сделки с Россией. Вы сказали, пекинская декларация — это договоренности Путина и Си Цзиньпина, и они являются логическим продолжением консенсуса Путина и Си Цзиньпина, заключенного в конце декабря, когда они провели онлайн-встречу, и по итогам которой уже вырисовывались определенные контуры того, что Китай и Россия, они как бы хотят создать такую геополитическую антанту в противовес Соединенным Штатам Америки. И здесь позиции Пекина и Москвы, они совпадают, потому что они обои заинтересованы в том, чтобы свалить однополярный либеральный миропорядок во главе США и перевести мир в многополярность. Пекин не придает такого большого значения этим заявлениям, как Москва. То есть если россияне не повесили текст заявлений у себя на сайте Кремля, то в Китае просто было несколько публикаций в государственных СМИ. И что можно сказать по поводу основных моментов? Почему Китай пошел на эти декларации, какие цели он преследует? В первую очередь это то, что китайцы вместо России решили противостоять Штатам идеологически. То есть они бросили вызов вот этим незыблемым истинным западной системой. Демократия, права человека, стиль управления. То есть они сказали Западу, что они теперь могут сами проводить внутреннюю и внешнюю политику, как они считают необходимым. То есть это попытка защитить свое право на суверенную внешнюю и внутреннюю политику. Во-вторых, они хотят перевести мир в статус многополярности, где большие державы имеют свои сферы интересов, и где они стараются продвинуть свои интересы в тех или определенных областях влияния. Ну, конечно же, в первую очередь для Китая важна Восточная Азия, вопросы Тайваня, Южно-Китайского моря, а для России, собственно говоря, важна Украина, Восточная Европа. В-третьих, Китай и Россия начали сближение экономически. Если вы слышали, то Си Цзиньпин, он поставил задачу повысить товарооборот до 250 миллиардов долларов в год. За 2021 год товарооборот между Россией и Китаем составил 140 миллиардов. Сейчас они решили драматически повысить. Это своего рода взятка Путину, взятка России. Почему? Потому что повышение будет происходить за счет увеличения экспорта энергоносителей и других сырьевых товаров из России, потому что Китай разрешил России экспортировать пшеницу и ячмень. В-четвертых, нужно отметить, что официально это не было сказано, но также будет интенсификация военно-технического сотрудничества. То есть уже есть информация про то, что кроме того, что Россия помогает Китаю разрабатывать гиперзвуковое оружие, также она будет содействовать Китаю в том, чтобы получить систему отражения ракетного нападения. Это высокотехническая система, и подобная система есть вот в России, США, и сейчас она разрабатывается в Китае. В-третьих, также нужно сказать, что Россия и Китай, они уже провели определенные сферы интересов в мире, в первую очередь в Юразии. То есть они определили, что в Центральной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе они вместе будут обеспечивать стабильность. Россия будет брать на себя военные обязательства, а Китай экономически. То есть в первую очередь это касается как раз Центральной Азии и Восточной Азии, потому что здесь Россия, видимо, пошла на уступки Китаю и также прописала, что она с Китаем будет сопротивляться американским геополитическим союзам. Это Аукус, Куат и также, я так понимаю, Японии, потому что сейчас Америка проводит очень активную политику милитаризации Японии и продвижение ее как основной силы против Китая в этом Тихоокеанском регионе. Вот так и Китай смотрит на это все очень прагматично. То есть китайцы понимают, что Россия не является их настоящим партнером. Это младший партнер в российско-китайской Антанте. Между Китаем и Россией существует значительная асимметрия в экономике и политике. То есть сегодняшний Китай – это экономическая сверхдержава, которая конкурирует со Штатами. А Россия – это просто большая страна с ядерным оружием, которая имеет геополитические амбиции, чтобы стать великой державой. И пока не ясно, насколько это у нее получится. Вот можно подытожить то, что для Китая эта вся история сотрудничества с Россией, она прагматична, она временна. И пока что Китай, он придерживается в отношениях с Россией этого паритета, будто бы равенства. Но я думаю, что это показное. И когда Китаю отпадет необходимость поддерживать отношения с Россией, дружеские, тогда он ясно даст понять России, что он сильнее и выше ее. И тогда Россия автоматически уйдет из этого союза с Китаем. Почему? Потому что для России очень важно придерживаться публичного статуса, что она независима, что она может сама проводить внешнюю политику, внутреннюю политику. А если один из ее партнеров начнет публично говорить, что он выше России, это, естественно, пойдет в противоречие с их установкой, визией. И тогда их союз также... Ну, извините, перебил. Пока об этом речь не идет. Я не думаю, что китайцы это будут делать, тем более, что им это не нужно. Пока что да. Да. Вопрос вот такой, уточняющий. Вот как в китайских медиа, СМИ, прошла вот эта вот сделка? То есть на нее обратили внимание? В принципе, ее обсуждали в каких-то передачах общественно-политических и так далее. Вот какой был контекст? Потому что сейчас идет Олимпиада, я так понимаю, что основное внимание приковано клей. Или вообще какой сейчас ключевой контекст в китайских медиа? Есть три основных контекста. Первый в том, что как раз, да, это Олимпиада, что Китай сейчас показывает всему миру, насколько он развился. Если вы слышали, то траты Китая на Олимпиаду составили около 40 миллиардов долларов. Хотя официально они заявили, что там 3,8 миллиарда долларов потрачено. Естественно, там сумма в 10 раз больше. Там только чего стоит одна скоростная дорога, железная, проложенная из Пекина к Джанзякоу. То есть первый нарратив, который сейчас предлагается в китайских СМИ, это конкретно Олимпиада. И здесь, в контексте этого нарратива, также присутствует Россия. Почему? Потому что, как вы знаете, многие мировые лидеры, они бойкотировали Олимпиаду. Но Владимир Путин, он приехал на Олимпиаду, и он приехал не просто так. По законам Олимпийского комитета, ему нельзя было приезжать из-за допингового скандала. Но Си Цзиньпин, он сделал личное приглашение Владимиру Путину, и таким образом они обошли этот запрет. Путин приехал, и он, по сути, стал главной такой политической звездой Олимпиады. Прямо перед стартом Олимпиады, она начиналась в 8 часов вечера, прямо вот до старта, за 10 минут, все китайские телеканалы, они показывали Владимира Путина, как он приехал в Пекин, как он там выходил из машины, шел на стадион. То есть вот акцент был на то, что вот Олимпиада, она легитимизирована. Она получила внимание от такого известного политика, и также вот в этом плане Си Цзиньпин и Путин, они друг другу помогли. Второй нарратив китайских СМИ, это, конечно же, противостояние с Америкой, причем нужно понимать, что китайцы, они не говорят напрямую по поводу конфликтов, конфронтации, они как бы просто говорят, что есть такое соперничество, и там Америка может где-то давить на Китай. И вот именно в этом контексте они как бы говорят про их сотрудничество или слияние с Россией, потому что они говорят, что вот как бы у России тоже есть проблемы, в первую очередь это проблемы с НАТО, Восточная Европа, Украина. И здесь мы как бы сходимся в том, что мы противостоим совместно Штатам. В целом позитивное отношение к России сейчас, в Китае, но я бы не сказал бы, что очень сильное внимание уделено конкретно вот тому факту, что так драматически они сблизились именно геополитически, я думаю, что основной фактор здесь тот, что Китай, он все-таки экономически сейчас более близок к Штатам, Евросоюзу, чем к России. То есть российско-китайская антанта, она носит более такой геополитический характер, нежели действительно там стратегический, фундаментальный, который может поменять правила игры и повлиять на ситуацию в Китае. Я приведу просто пару фактов. Товарооборот Китая и Германии составляет порядка 250 миллиардов долларов, может там чуть больше, может 260, но где-то вот в таких параметрах. А товарооборот Китая со Штатами, он там вообще исчисляется просто сотнями, за полтриллиона долларов, да? 750, это только экспорт Китая в Штаты. Да, да, и импорт где-то под миллиардов, я думаю, 250-300, где-то вот так вот. То есть там реально просто огромный... Большой бизнес. Да, там большой бизнес, там реально просто огромные цифры, вот. Поэтому 140 миллиардов долларов, конечно, это большая величина, но для Китая эта величина, как мы понимаем, в контексте в отношении Китая с Евросоюзом и со Штатами, эта величина, ну, на несколько порядков ниже. Хотя, опять-таки, нужно делать, нужно отдать должное, что за последние 20 лет этот товарооборот существенно увеличится, потому что я в 1998 году писал курсовую работу по отношению я между Россией и Китаем в своем университете, открою такую тайну. И я помню, как тогда МИД, значит, России говорил о том, что в перспективе, там, 10 лет наши отношения должны характеризоваться товарооборотом в 100 миллиардов долларов. Вот. И тогда эта цифра казалась, ну, как бы, достаточно фантастической, потому что Россия находилась тоже во внутреннем кризисе и масса проблем была. Вот. Но прошло сколько? Больше 20 лет, 25 лет прошло. И видим, мы видим, что все-таки они перескочили эту цифру, хотя это другие объемы, другой доллар, доллар обесцеленился в отличительной степени. Это тоже нужно понимать. Но, тем не менее, это все равно уже другие обороты. То есть, действительно, еще один момент очень важный. Аналитики говорят, вот еще такой момент, что есть и делевые обороты между Россией и Китаем, потому что, ну, как бы, помимо белых всяких вот этих всех вещей, есть сделки, как бы, скрытые, связанные с интересами, там, в Центральной Азии, в них критических регионов. И, по сути, можно говорить о том, что система, как бы, такая работа, системное сближение между Китаем и Россией, они начались задолго до вот этой декларации. И этот тренд уже был отчетливо виден на протяжении последних лет. Более того, как мне тоже западные коллеги как-то недавно говорили, что есть подозрение, что Путин, который идет на обострелие отношений с Западом, он, в принципе, даже готов к тому, что будут в делах какие-то салции, потому что все механизмы, которые позволяют хеджировать риски, связанные с салциями, они уже, как бы, выстроены в отношениях с Китаем. И таким образом, ну, в принципе, это позволит снять те издержки, которые могут принести с собой с салцией. Вот, смотри, давай вопрос такой. Как сейчас смотрят отношения со штатами в Китае? Да, то есть вот очень много таких контекстов сейчас грозных разворачивается в отношениях между штатами и Китаем, потому что вот как раз лаканули этой декларации. Штаты провели чрезвычайно такие большие масштабные маневры в Южно-Китайском море, которые Китай рассматривает как зону своего влияния, и которая логистически чрезвычайно важна вообще для мировой экологики, потому что через Южно-Китайское море идет поток товаров не только в Китае, но и на Японию, Южную Корею, которые являются ближайшими союзниками Соединенных Штатов. И поэтому борьба за Южно-Китайское море идет очень серьезно. Там участвуют все страны региона, Детлам, Индонезия, Филиппины в какой-то степени, хотя Филиппины там сейчас в достаточно близких отношениях к Китаю. Ну, короче говоря, это по поводу мировой торговли. На самом деле вопрос китайского боя, Южно-Китайского моря, это вопрос по поводу мировой торговли, по поводу контроля над глобальными коммуникациями, по поводу того сырья, которое есть под водной толщей Южно-Китайского моря. Как сейчас в Китае смотрят на Штаты? В Китае смотрят на Штаты как на немножко такое хулиганское сравнение. В Китае сейчас смотрят на Штаты как на хромую утку, которая уходит с позиции мирового лидера, а Китай готов занять эту позицию мирового лидера. И китайцы, они конкурируют со Штатами по всем фронтам. Ну, основной это, конечно же, технологическая конкуренция и геополитическая, особенно в восточно-азиатском регионе. Китайцы, они, если вы знаете, то они даже вот придумали свою концепцию глобализации на смену американской, то есть это объединенное человечество общей судьбы. И они стараются занимать те позиции, те глобальные позиции, откуда уходят Штаты в связи с их внутренними проблемами, в связи с тем, что им сейчас необходимы ресурсы для решения своих внутренних, в первую очередь, социально-экономических, модернизационных задач, и они ослабливают свое присутствие в мире, и Китай сразу же пытается зайти в те лакуны, которые освобождаются. Ну, вот ясный пример, это Афганистан. После того, как Штаты оттуда ушли, то туда зашли россияне и китайцы. Россия там играет в военно-политическом плане, а китайцы, они в экономическом, они активно помогают, например, талибам, товарами, продовольствием и так дальше. Штат, Китай... Афганистан получает доступ к шахтам различных, медь и все остальное, потому что они же не просто так туда заходят, они интересованы в тех ресурсах, которые там... То есть Китай, он смотрит на Штаты, как на такой поздний СССР. И вот этот финт с российско-китайской антантой, он также ориентирован на то, чтобы ослабить Штаты. То есть Россия, она будет увеличивать нажим в Европе, и таким образом США они будут распылять свои ресурсы на то, чтобы противостоять российско-китайскому альянсу на двух флангах и в Европе, и в Азии. И таким образом, чем больше будет увеличивать напряжение в Европе, тем лучше для Китая, потому что чем больше денег Штаты потратят на сдерживание России, на военную модернизацию, на военные расходы, на военный бюджет, тем лучше для Китая, потому что он-то сам в это время, он не тратит очень большие деньги на военные расходы, а он их тратит на модернизацию и на поддержание экономического роста. То есть Китай сейчас с целью обогнать Штаты именно в технологическом плане, он сейчас запустил три ключевые программы. Первая это вот пятилетка, которая сейчас происходит, 14-я пятилетка, с 2021 по 2025 год, и именно инновации и модернизация производства это один из основных приоритетов этой пятилетки. Вторая программа, это сделано в Китае до 2025, это джунгл, джинцзо, сделано в Китае до 2025, и ее идея в том, что Китай должен избавиться от импорта высокотехнологической продукции, то есть Китай стремится сам воссоздать у себя индустрии, которые будут воссоздать, которые будут делать те высокотехнологические продукты, которые он сейчас покупает за рубежом. В первую очередь, это, конечно же, полупроводники. И третья программа, это китайский стандарт 2035. Цель этой программы в том, чтобы Китай смог не просто сам производить полный цикл продукции высокотехнологической, а также, чтобы он мог сделать свои стандарты и продавать уже в мире, то есть продукцию по своим стандартам, то есть, грубо говоря, китайцы готовятся к тому, что мир разделится на два технологических лагеря, и они хотят быть одним из плюсов этого нового мира, не только в геополитическом плане, как Россия, а также в технологическом, в экономическом плане они хотят быть одной из сил, ну, конечно же, в первую очередь в Евразии. Смотри, я не с тобой согласен в том, что Китай там не совсем не вкладывается или слабо вкладывается в армию, он как раз очень сильно вкладывается, потому что его военный бюджет уже превысил 220 миллиардов долларов. А с учетом закрытых бюджетов, я думаю, что и больше, и я думаю, что бюджет военный Китая всего лишь составляет, ну, наверное, половину бюджета штатов, а он штатов огромный, там где-то 700, 770 миллиардов, где-то вот так вот. Вот, поэтому Китай, он, имея такую глобальную экспансию, он не может подкреплять ее вооруженными силами, и китайцы это прекрасно понимают. Это такая первая рефлексия на это все. Второе, да, я вижу, что действительно вот эти действия Китая по поводу формирования своего, своих высокотехнологичных кластеров промышленности и уменьшения завязок на доступ к критическим технологиям Запада, он параллельно сопровождается точно такими же действиями со стороны Штатов, потому что буквально накануне нашей беседы в Штатах было принято решение о том, что там будет развернуто производство значит и чипов и значит вот этих всех производства редкоземельных металлов расширено, потому что Китай является крупнейшим производителем редкоземельных металлов и комплектующих всяких связанных с ними и американцы очень серьезно от этого зависят. Ну, в принципе весь мир от этого зависит. И вот эта программа, которую приняли американцы, она рассчитывала на снятие такой зависимости и там будут вбуханы огромные деньги что-то порядка 200-200 по-моему, 400 миллиардов долларов. То есть ты прав в том, что началось такое обособление экономических блоков, военно-политических блоков, технологическое обособление, потому что в этом контексте нужно рассматривать еще один интересный момент, перенос фоксконом, ну, не перенос, а строительство в штатах фоксконом, крупнейшая компания по производству микрочипов в Тайвале, они в штаты приносят свое производство и я думаю, это связано с теми рисками, которые есть вокруг Тайваня. вот как сейчас тайваньская тема в Китае, насколько она обыгрывается? Тайваньская тема, она на слуху. Более того, недавно было заявление одного из китайских ястребов, это один из преподавателей Рэн Минтаси, это народный университет в Пекине, это профессор, он считается одним из ястребов китайской внешней политики, и вот он выдал статью, где он сказал, что Китаю необходимо вернуть Тайвань до 2027 года, то есть вопрос Тайваня, он стоит очень актуально, и для Си Цзиньпина это в первую очередь вопрос его собственной легитимности в обществе, поэтому Китай, он стремится вернуть Тайвань, но не только из-за политических моментов, но, как вы правильно подметили, также и экономических, то есть вот эта компания, которую вы упомянули, это тайванская компания по производству полупроводников, она является одним из основных поставщиков полупроводников чипов в мире, ее мощности пока что находятся на Тайване, действительно, Штаты начали строить пару заводов в США, там в Техасе строится завод, куда они хотят перенести производство, именно потому, что если Китай решится на то, чтобы воссоединиться с Тайванем, то он также хочет получить доступ к этим технологиям, потому что сейчас Китай может производить чипы полупроводники размером 40-50 нанометров, в то время как американцы, они уже научились делать полупроводники размером 1-3 нанометра, то есть в этом плане китайцы очень сильно отстают, и им как можно скорее необходимо получить технологии, которые бы помогли им сократить это отставание, и они уже делают попытки, если вы слышите, там в Цинхуа университете, университет Цинхуа, там было развернуто целое производство, пробное производство полупроводников, но им не удалось сделать полупроводники, как в Штатах, это производство обанкротилось, и поэтому китайцы, они сейчас ищут разнообразные варианты, как бы они могли бы сократить это расстояние, и если им для этого потребуется воссоединиться с Тайвань, чтобы получить технологии, я думаю, что этот вариант также реален, ну и также необходимо понимать, что если в Китае будет смедление темпов экономического роста, то тогда на данном наружу выйдет военно-политическая составляющая, и в этом плане также власти будет удобно педалировать тайваньскую тему и работать над тем, чтобы воссоединиться с Тайванем, это будет легатимизировать власть, давать и дополнительные очки в глазах населения, и еще был план в прошлом году по модернизации, по транспортной модернизации Китая, и в этом плане, это был план Си Цзиньпина, и в этом плане было указано, что Китай до 2035 года планирует построить туннель на Тайвань, то есть может быть туннель уже и строится, но просто про него никто не знает. Интересно. Смотри, еще такой вопрос, который связан с контекстом того, что ты говорил о если Китаю выгодно, чтобы с помощью Путина штаты увязли в Европе, в проблемах Европы, и поэтому, ну, мы видим, действительно, сегодня происходит огромная переброска войск с Дальнего Востока России сюда, к Лам, под границу Украины, в Беларусь. Это, я думаю, как раз непосредственно следствие сделки Путина и Синцзенпиля, потому что Россия получила какие-то города, это Китай, что там все будет хорошо, и поэтому можно на вот этот западный фронт перебрасывать огромные резервы. Кстати, как это было в 41-м году, помнишь, когда с Дальнего Востока Советский Союз перебросил сибирские вот эти дивизии, поняв, что Япония не будет слив боевать, и поэтому это оказалось возможным сделать. Так вот, в этой ситуации Запад точно таким же путем действует, прежде всего соединенные штаты, потому что когда ты упоминал вот Японию, то очевидно, что штаты рассматривают вот эту гибкую систему союзов, там тот же самый ООКОС, как возможность связать через своих региональных союзников Китай по узловым точкам. И Япония в этом плане играет, ну, наверное, одну из ключевых ролей, потому что, ну, во-первых, это очень мощное государство, во-вторых, оно очень технологически развито. Недавно я осмотрел новости, как японцы спустили новый дестройер, этот, эсмилец, вот, который по своим разбирам, как авианосец в револе Второй мировой войны, и действительно является авианосцем, хотя называют эсмилецом, да, то есть Япония активно перевооружается сегодня и активно готовится к, ну, к тому, чтобы как-то решить вопрос своего местоположения в региональной и глобальной архитектуре, в условиях, когда Китай реально превратился в супер-пауэр. вот как сейчас Японию смотрят в Китае тоже, вот в этом контексте. Для начала отмечу то, что в Японии уже не один вертолетоносец, который может мгновенно стать авианосцем, а уже два, это так называемые авианосцы типа Идзуму, и кроме этих двух авианосцев у них есть еще два реально вертолетоносца, которые называются вертолетоносец классу Хьюго, то есть у них получается уже четыре таких больших корабля, которые составляют довольно-таки сильную конкуренцию Китая в Юго-Восточном море, потому что, как мы знаем, у Китая только три авианосца. Китай смотрит на Японию очень негативно, это исторические соперники, тем более Китай считает, что Япония это такой своего рода младший брат, который отбился от семьи, и, конечно же, на современное настроение Китая в отношении Японии очень сильно влияет история Второй мировой войны, когда Япония вторглась в Китай, оккупировала Маньчжурию, образовала там свое марионеточное государство, в Китае, в китайском обществе в целом очень сильный сентимент касательно Японии, поэтому если сказать готово ли китайское общество конфронтации с Японией, да, оно готово, но будет справедливо отметить, что японское общество, оно также не пылает симпатии китайскому обществу, там также присутствуют очень сильные китаофобские настроения, потому что японцы считают, что они в определенных моментах лучше, чем китайцы, и поэтому вот эта милитаризация Японии с подачи штатов, будем откровенны, это надо отметить, то она способствует тому, что будет повышаться накал в отношениях между Японией и Китаем, в первую очередь из-за Тайваня, и я думаю, что риски какого-либо столкновения возрастают, тем более между Китаем и Японией существует территориальный спор, это гряда островов Тяо-Ютао, или по-японски это острова Сенкаку. Вот, так что те тенденции, что сейчас являются, они могут привести к тому, что будет какая-то конфронтация или стычка между Японией и Китаем, и Россия в этом плане, они сейчас стараются поддерживать Китай, потому что проводятся совместные военные патрулирования на море, в воздухе, в Японском море, летают вместе российско-китайские патрули, также проводятся военные учения между Россией и Китаем, где они моделируют потенциальную военную схватку с Японией, но, как мне кажется, и как китайцы сами отмечают, если начнется конфликт с Японией, то они не надеются на Россию, потому что считают, что Россия будет больше поддерживаться нейтралитета, а конкретно Китаю придется выяснять отношения с Японией. Еще такой вопрос, который, опять-таки, непосредственно связан с тем, что мы говорили. Вот это геополитическое сближение Китая и России в контексте усилившегося противостояния США, оно для Китая, скажем так, является важным элементом усиления попытки, скажем так, усилить свое давление на стралы континентальной Европы в плане подвязки их к большим евразийским проектам. Но речь, прежде всего, идет о Германии, вот таких старых стран европейских. Потому что полято, что огромные экономические взаимосвязи, вовлеченность Европейского Союза в китайскую экономику, оно является одним из факторов стабильности для самого Китая. Хотя мы хорошо знаем, что за последние годы Китай очень серьезно укрепил свой внутренний рылок и зависимость от влечения экономики для Китая она слизилась. Лучше для Германии она все равно остается и будет оставаться в ближайшие годы. Вот. Соответственно, помнишь вот этот скандал с адмиралом, вице-адмиралом Шелбахом, который в Бильде сделал заявление соответствующее, которое в Украине получило очень большую резолюцию в европейских медиа, в результате Шелбах был отправлен в отставку, но Шелбах вслух произнес все то, что на самом деле очень многие представители европейской и вообще западной американской элиты думают относительно того, что Китай является угрозой. И поэтому вот эти слова относительно того, что необходимо договориться с Путиным, потому что ему нужно, ну, он хочет, признали, и Россия может быть важным союзником в борьбе против Китая, они по сути как бы обложили такую реальность в головах западной элиты, о которой, наверное, догадывались либо злают китайцы. Так вот, как, заметили ли в Китае этот, вот, этот скандал, и как вообще сегодня смотрят на Европу, вот, вот, в рамках переконфигурации внутри этого треугольника США, Россия, Китай. Для начала нужно отметить, что у Китая и не было иллюзий касательно того, что Россия будет навсегда с Китаем против США. Я недавно читал одну статью китайского профессора по международным делам, и он там напрямую пишет про то, что сейчас вот китайцы, они думают, что возможен вариант, у них есть один из вариантов того, что Россия в какой-то момент решит оторваться от Китая и прийти в стан западных стран, в первую очередь к США, для того, чтобы вместе потом сдерживать Китай, и этот профессор, он пишет, что вот именно для того, чтобы предотвратить побег России из китайской российской антанты, необходимо с ней усилить экономические связи, и нужно больше задабливать политический режим, чтобы была эта сильная связь, взаимосвязь, и она не дала России перейти к штатам, к совместному сдерживанию с Китаем. В Штатах также понимают, что современная конфигурация Россия плюс Китай, она невыгодна штатам, она негативно влияет на их международные позиции, она их истощает, поэтому я думаю, что штаты также будут искать какие-то возможности, если не оторвать Россию, что я думаю нереально, от Китая, но хотя бы добиться ее некой нейтральности, что я думаю более реально, и эта нейтральность она совпадает с геополитическими стремлениями РСИ, которая хочет вернуть как бы себе статус такой великой державы. В этом контексте Китай смотрит на Европу так же, как один из элементов расшатывания глобальных позиций США, и Китай хочет сделать это расшатывание глобальных позиций США именно через экономические рычаги, то есть он хочет усилить экономическое взаимодействие с Европой, в первую очередь с Германией и Францией, для того, чтобы уменьшить влияние США, в регионе, то есть Китай он видит в Европе это потенциального союзника против штатов, и он для этого будет использовать экономические рычаги, и мы с вами уже смогли воочию увидеть, как Китай может использовать так называемый economic statecraft, то есть экономические рычаги влияния, это случилось в кейсе с Литвой, то есть Литва не имела особенных связей с Китаем, и поэтому смело пошла на разрыв отношений, но потом оказалось, что Пекин активировал влияние на западные корпорации, которые предупредили в Литву, что если она не пойдет на уступки, тогда они будут вынуждены перенести производство из Литвы, потому что Китай не хочет покупать европейские товары, где есть литовские комплектующие. Я, извините, перебью, советую всем прочитать статью Петра Убиля на хвыле, я поставлю ссылку в подводку, потому что я как раз вчера ее выложил, и там вот это вот детально все рассказывал и показал. В Европе Китай обозначил несколько точек влияния, одна из них это, конечно же, Германия. Между Китаем и Германией существуют значительные экономические связи, очень выгодные немцам. если мы возьмем производство автомобилей в Китае, то только вдумайтесь, за 2021 год Volkswagen произвел в Китае больше двух миллионов автомобилей. При этом, насколько я знаю, потому что я сейчас нахожусь в городе Чанчуне, тут у нас есть завод Volkswagen, я там был, общался с менеджерами, большая часть этих Volkswagen, машин конкретно, там процентов 30, это комплектующие из Германии, то есть немцы, они у себя дома производят комплектующие для машин, которые тут в Китае просто собираются, то есть для немцев это рынок, куда они продают высокотехнологическую продукцию с большой добавленной стоимостью, поэтому им очень выгодно сотрудничать с современным Китаем, так же, как в принципе и с Россией, поэтому у нас сейчас многие начали говорить про формирующуюся ось не просто Пекин, Москва, а еще плюс Берлин, но пока что не ясно, насколько китайцы и россияне смогут как-либо наладить отношения с немцами, потому что там более сложная ситуация, чем в России ввиду другой политической системы. Да, и ввиду той игры, которую ведут в том числе и штатами Европы, и ввиду украинского кризиса, который также многие европейские страны заставляют самоопределяться, и соответственно, вот мы сейчас коснемся украинской темы в китайском дискурсе, как бы, внешнеполитическом, вот насколько Украина сегодня присутствует в этом дискурсе и и и и Украина присутствует в китайском дискурсе с пророссийских позиций. И перед встречей Путина и Си Цзиньпина 4 февраля, они встретились 4 февраля, 3 февраля была встреча министра иностранных дел Лаврова и министра МЗС КНР Ван И. И по итогам этой встречи они подписали также декларацию, где было сказано, что Китай и Россия согласовали свои позиции по Украине и Иван И он потом разъяснил это, то есть он сказал, что Украине для того, чтобы остановить войну необходимо имплементировать Минские соглашения, то есть по сути они повторили позицию России. Так что они сейчас согласовали свои позиции по Украине, при этом Китай, он очень осторожен по поводу Украины, его очень интересует развитие ситуации в Украине, потому что Китай, он не признал Крым и он не поддержал в целом вот эту военную агрессию России. Я думаю, что это в первую очередь сделано, потому что Китай не хочет портить отношения с Евросоюзом, но также потому что Китаю было бы невыгодно сейчас военная конфронтация в Украине, почему? Потому что последовали бы международные санкции против России, которые соответственно могли бы также ударить и по Китаю, про то, что вот недавно сказали в Госдапартаменте США, они сказали, что если Китай будет помогать России, то санкции также будут наложены и на него. И также Китай смотрит на Украину с очень большим интересом, чтобы понять, как вообще формируется европейская политика, как страны могут влиять друг на друга, потому что очевидно, что современный украинский кейс, он очень болезненный для России, он также, как вы подметили, он заставляет европейские страны самоопределиться, так или иначе поменять свою политику. Китай, он смотрит и он учится также, как можно влиять на те или иные расклады. И мы уже знаем, что Китай, он в принципе уже имеет определенный опыт вовлечения в дела восточной Европы, конкретно мы знаем, что во время белорусского кризиса 2012 года, во время протестов против Лукашенко, то Китай был на связи с Лукашенко и они не хотели допустить вовлечения России в эти протесты, то есть китайские дипломаты, они в то время общались с Лукашенко и говорили, что не нужно ему очень сильно сбежаться с Россией, требовать от России ввода войск и все в таком роде. Так что Китай, он очень внимательно смотрит за Украиной, он не заинтересован в эскалации военного конфликта, но ввиду того, что в том числе и потому, что мы не работаем с Китаем, то сейчас Китай смотрит на Украину сквозь российскую призму, ну и тем более нужно понимать, что для Китая сейчас самое важное это соперничество США, Россия помогает ему в соперничестве США и поэтому для него все другие дела, они меньше, они играют меньшую роль, чем вот это геополитическое противостояние США, в котором ему помогает Москва. Петр, спасибо тебе большое, честно говоря, поговорил бы еще, но уже надо закачивать, потому что мне тоже интересно сейчас еще встречи будут. В любом случае, спасибо за то, что ты делаешь и даешь вот такое альтернативное понимание процессов с другой точки земного шара и делишься слабее этим всем и делишься в том числе до хвыли на левом береге Петр тоже регулярно публикуется, так что следите за ним. Все ссылки я на тебя дам и до новых встреч. Спасибо. Спасибо.